Всем привет! С вами снова я, Марк Лего Бой. Сегодня мы рассмотрим еще один набор из новой 2016 волны Звездных Войн. Это у нас бойцы сопротивления на таком вот спидере новом. Один набор я уже собрал. Я надеюсь, что вы его посмотрели. Давайте рассмотрим теперь этот. Здесь у нас идет спидер и 4 мини-фигурки офицера и 3 солдата. Это оружие, получается 4 бластера, даже 5 бластеров и 1 большой пулемет. Здесь его размеры, как он выглядит по бокам, сзади, сверху и здесь функции. Давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. Нажатием открываем. Наборы новые. Я их получила, но это не важно. И еще некоторые не собрал. У меня еще и здесь наборы. Итак, у нас, как всегда, имеется один большой пакетик, один маленький, инструкция. И здесь даже еще имеется такая серая пластина 4х8, на 10. Давайте посмотрим по инструкции. Ну, я думаю, что здесь то же самое, как и на всех остальных. Сейчас я его ровно выключу. Инструкция. Здесь у нас идет сборка. И сборка заканчивается. И сзади у нас ничего интересного. Тоже такая рекламка с приложением и выиграй набор. Давайте соберем и рассмотрим его более подробно. Ну что же, вот я собрал данный набор, состоящий из 4 мини-фигурок и спидера. Давайте рассмотрим сначала мини-фигурки. У всех о них почти одинаковые торсы. Индивидуальные лица, то есть у каждого разные. Ну, все лица этим знакомы вам, поэтому особо ничего интересного нету в них. Ну, только один, если с усами, и то так не особо. Значит, давайте рассмотрим офицера. У него коричневые ноги, торс сейчас с рубашкой и званием пропечатанный. Сзади тоже пропечатан. А все эти мини-фигурки похожи, лишь одна отличается цветом. То есть это темнее, а две остальные, торс у них светлее. Ноги одинаковые, все одинаковое, кроме лиц еще. То есть так выглядит торс. У каждого по винтовке длинный, то есть по бластеру. А у офицера короткий бластер, ну то есть стандартный. У этих всех по винтовке. Далее, давайте рассмотрим теперь спидер. На нем, в него можно уместить, наверное, где-то, ну только двух человек. Ну, можно, конечно, посадить больше, но два, наверное, это будет в самый раз. Давайте поставим сюда одного за пулемет. Вот здесь пулемет, здесь тоже механизм, который стреляет. И можно посадить будет другого. Вот так это все вылечит. Он небольшой, но зато прикольный. Да, если много купить, тоже на битве будет смотреться классно. Все-таки батлпаки, они немножко меняются и становятся лучше. Сзади есть у него две турбины, которые работают, и, ну то есть два двигателя. Что здесь еще есть интересного? Снизу есть тоже пушки, так же, как и сверху, которые, ну это, скорее всего, ракеты, которые выстреливают. И больше потом только пополняются уже в тылу, либо, я не знаю, ну во время боя, ну то есть с долгой перезарядкой, не так, как пулемет. То есть пулемет сразу пью-пью стреляет. Ну, в общем, прикольный набор. Двигается, можно, конечно, его на 360 градусов покрутить. Можно его просто в таком состоянии оставить. Здесь очень много дополнительных деталей, особенно прозрачных, голубых. Их можно, таких бирюзовых, их можно собрать и использовать в постройках, например, в качестве моря. Очень классно, я так делаю, всем тоже советую. Ну и, в принципе, вот так все. Этот набор очень классный, мне понравился. Отлично подходит к набору первого ордена. Можно сделать, если купить два набора, реально они будут очень играбельные. Можно сделать битву, сымитировать, выстреливать, там, сбивать в противниках и играть со своими друзьями. То есть заиграбельно здесь. Хорошая, достаточная оценка. Можно даже поставить пятерку. Ну, понятное дело, из пяти баллов. Дальше. Что еще хочу сказать по поводу этого набора. Если вы думаете, какой взять именно из нового, седьмого эпизода, этот или этот, то все-таки мне больше, конечно, понравился вот этот со штурмовиками. Ну и не знаю, чем. Здесь классная очень башенка, в ней много интересных деталей. Также прикольные мини-фигурки. Из них можно реально пособрать крутую армию. Все-таки не повстанцы, а уже сопротивление. Немножко отстают. Хотя у них тоже классные торсы. Но я не знаю, зачем их много. Их все-таки не так много, как штурмовиков. Штурмовики все-таки, конечно, покруче. И постройка у них поинтереснее. Напоминает, не знаю, из какой-нибудь игры, например, Clash of Clans. Какую-то типа лучную базу. Ну, прикольно. Ну, тоже напоминает Халу. Я уже рассказывал в предыдущих влогах. Но все-таки на детали его немножко сложновато будет. Тут нет особо таких прикольных деталей. Кстати, да, здесь есть прозрачные, которые имитируют полет данного спидера. Но все-таки говорю, что мне больше нравится вот этот набор. Но еще и так же есть у меня два остальных набора по Империи. То есть здесь повстанцы Империя. Их мы рассмотрим уже в следующих видео. Также еще набор из пятого, по-моему. Да, из пятого эпизода. Вот он. Тоже я его соберу только во следующих видео. Ну, с вами был я, Марк Леговой. Всем спасибо большое, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если что-то не так, обязательно комментируйте. Я все комментарии читаю, отвечаю. Если я что-то не показал, тоже напишите мне в комментариях. В следующем видео я вам это покажу. По поводу этой постройки ничего не говорили. Ну, ладно, я ничего и не показал. Вот. Я надеюсь, вам еще раз говорю, понравилось. С вами был я, Марк Леговой. Всем пока.